Здравствуйте, это программа «Арт-микрофон». Меня зовут Анна Дармадихина. Наши сегодняшние гости Жамиля Серкибаева. Здравствуйте. Жамиля, в конце мая вы презентуете свой очередной альбом. Будут ли на нем вещи, ранее не свойственные вашему творчеству? Откроется ли музыкант Серкибаева своему слушателю с новой стороны, с новой грани? Этот альбом именно особенно тем, что у него идет именно концепция такая, тематика такая. И название оно родилось, естественно, от композиции «Ахбаян», это народная казахская песня «Ахбаян», очень известная. И я уже оттолкнулась и назвала своим именем «Вайт дива». Такая своеобразная белая, белая, а в общем-то я казашка, но светлая, поэтому как-то здесь очень много-много-много смысла. Всего много смысла. Есть еще один интересный смысл, о котором я хотела бы немножечко направить своего слушателя, который приобретет и будет иметь на руках этот альбом. В середине есть несколько композиций интернациональных, то есть это тоже определенная своего рода фишка моего альбома. Альбом включает несколько народных, известных тем. Значит, это уйгурская народная песня «А ля лягун», которая тоже вот в течение вот буквально недавнего времени была записана. Это корейская народная песня «Ари Ранг». Это азербайджанская. Почему спросите, азербайджанская именно азербайджанская? Я три года назад ездила на фестиваль в Баку, и мы сделали такую вот тоже очень красивую, известную Рашида Бейбутова песню на азербайджанскую народную песню. И белорусская. Спросите, почему белорусская? Знаем, почему. Отвечаю, почему. Я тут же задаю вопросы и тут же отвечаю. Также была на славянском базаре два года назад, и тоже нужно было сделать что-то именно для этой страны. Обычно люди искусства, они всегда, если куда-то едут, это такой политический шаг, такой дипломатический шаг. Мы делаем какие-то вещи именно той страны или той местности, в которую ты едешь. И плюс еще к тому, моя мама белорусская, и эта вещь, я ее назвала «Песня для моей мамы». Ну, то есть это своего рода какая-то колыбельная, которая, что-то вот было с детства данное от моей мамы. И вот это такое приношение, посвящение. Ну, меня, наверное, любой человек поймет, что это чувствует сейчас, когда я говорю эти слова. Поэтому сам диск, он, конечно, несет тематику нашей страны, нашего народа, нашей культуры, но и в то же время он включает тот интернациональный такой колорит, потому что в нашей стране живут и другие национальности, которые, ну, своего рода, миксуются с нашей музыкой, потому что это такой процесс, без которого, наверное, не было бы вообще хорошей музыки в нашей стране. Поэтому все взаимосвязано. Когда этот альбом задумывался, вы целенаправленно рассчитывали, допустим, привлечь своим музыкальным материалом новую аудиторию своих слушателей, или же это стало таким искусством в чистом виде? Наверное, вот ваша версия, Анна, это искусство в чистом виде. Именно процесс искусства, то есть процесс именно ради искусства. То есть это состояние, в котором я должна постоянно находиться. А потом уже второе, третье — это выход альбома, выход клипа. То есть я должна делать материал. А потом уже я начинаю думать, а куда бы это применить? Но первый шаг и первый позыв — это, естественно, сделать просто музыку. На протяжении своей творческой деятельности, Джамиля, вы пели на английском языке. Будучи камерным музыкантом, играли рок, вот то, о чем мы сейчас поднимем, танцевали. В каком амплуа вы чувствуете себя наиболее комфортно? В каком амплуа? Я чувствую себя комфортно. Если бы я комфортно себя не чувствовала, я бы этого просто не делала. То, что в чем я комфортно не чувствую, я туда просто не появляюсь так. В альбоме будет несколько композиций моих вокальных, у всех есть вопросы по этому поводу. У кого-то, может быть, они исчерпались, у кого-то они остались. Кто-то мне задает вопрос, почему вы поёте, зачем вы поёте. Я обычно отвечаю на этот вопрос так. Вокал — это как дополнение к моему инструменту. То есть это разнообразие. Вы сказали, вы и танцуете, вы и играете рок, и джаз, и всё так. То есть я просто скрипку дополняю разными какими-то спектром, расширяю этот спектр. Почему? Я объясню. Наш слушатель и зритель избавленный. Я так сдерживаюсь, что-то сказать ещё более грубое. В том плане, что мы пытаемся его, конечно же, развлечь. Пусть это немножко как-то некрасиво и неэтично звучит, что мы развлекаем публику, но по сути своей музыканты издавна, с древних моментов, это, в общем-то, люди, которые развлекали публику, если изначально взять историю. То есть сейчас, да, конечно, музыкантов возвышают, они более такие недоступные стали, то есть есть какие-то современные такие навороты. Но по сути своей они должны давать людям праздник. Поэтому я могу играть и на скрипке. И вот в этом альбоме есть всё. Но в любом случае, конечно, он объединён всё-таки таким языком современной такой подачи казахской музыки. Это не исток. То есть я исток даю просто как в цитате. Идёт цитата, допустим, Сары Арки и Курмангазы, и потом идёт такой, знаете, арт-хау звучит. И плюс к тому ещё наложение скрипки. Опять же, это уже опять новая подача. Ну вот это мне нравится, потому что это, я считаю, моё индивидуально. А это очень я считаю важным. На мой взгляд, ваше раннее творчество было ориентировано, сейчас моё субъективное мнение, было ориентировано больше на западный рынок. Вот сейчас больше на внутренний рынок. С чем это связано, Джамиля? Тем, что как-то вот всё-таки скрипка — это несколько элитарный инструмент. Это не гитара, не фортепиано, которые всё-таки более доступны. На ваш взгляд, мы как-то культурно выросли за это время и стали воспринимать лучше скрипичную музыку? Вот у нас есть как бы стандарт. Это классический инструмент, с которого, в общем-то, я начала. И база моя классическая — это окончание консерватории, музыкального колледжа, школы музыкальные. Это классика. Потом у меня пошёл отход — это джаз. То есть я немножечко отошла от классики. Это был один из важных шагов в моём творчестве. Я могла бы остаться в классике, если бы какие-то события не возникли в моей жизни. Играла бы я в оркестре, была бы солисткой оркестра. Я это делаю, но это идёт как основа. Она идёт постоянно. То есть я даю и классические концерты. Я являюсь солисткой концертного оркестра Акима города Алматы. Я являюсь солисткой Министерства обороны, биг-бэнда большого. И поэтому это вот основа классика. Хотя вот уже джаз, ответвление идёт. И вот тогда, когда я переходила с классики на джаз, скрипку не воспринимали так. Я помню, когда я первый раз вышла с биг-бэндом Эдуарда Бакушевского, это было событие в Алма-Ате, в Казахстане. Первая скрипка, которая заиграла джаз в таком формате. Хотя я не первая вообще, потому что моими идеалами, и сейчас до сих пор это осталось, в джазе это Стефан Граппелли, Жан-Люк Понти. Потом я немножечко, если вот я понимаю, о чём вы говорите, это была группа Forrest Gump, и мы сделали рок. И вот вот этот шаг, именно шаг к року со скрипкой, и ещё плюс, в этот же момент мы сделали два кюня. С Forrest Gump, с рок-командой, выступили на стадионе с двумя кюнями, с Аржаля и с РРК, именно в рок-обработке. И мы были первыми в Алма-Ате, в Казахстане. Мы были первыми, кто сыграл казахскую музыку в роке со скрипкой. То есть я хочу сказать, что, в общем-то, тогда это была моя такая идея хорошая, и она была новая на Ватминске. 98-й год. А вообще вы предпочитаете с какими-то проверенными музыкантами работать во время записи альбома? Или же каждый раз приглашаете новую группу, специально, может быть, ищете для того, чтобы каждый альбом заиграл какой-то... Есть основные музыканты, с которыми я работаю, это и с 09, это и аранжировщики основные. Но я очень рада всегда, когда в моей жизни появляется кто-то новый. Ну вот в данный момент выпуск этого альбома, там очень много нового. Это и, ещё раз я говорю, музыканты, которые работают в Уйгурском театре. Именно инструменты особенные. Азербайджанская музыка, то же самое. Корейская, например, народная Ариранг, это группа Ариранг. Вот, кстати, на презентации, ну не буду говорить, они будут как бы на этой презентации, и вы увидите, как это красиво, вот эти народные ударные инструменты, и как они по-народному это исполняют, и как это сочетается с современной техникой, с современной аранжировкой и с моей скрипкой. То есть это микс такой очень интересный получается. То есть для меня это всегда, ну вы знаете, меня это захватывает, когда вот в моём творчестве появляются такие вот музыканты неординарные. Какие мероприятия планируются в поддержку альбома? Допустим, сольный концерт? Сольный концерт обязательно будет, если не два, потому что у меня планируется сольный концерт с отцом, это вот оркестр Ракима города Алматы, я там являюсь солисткой, с ним будет сольный концерт классический, но очень большая часть джазового репертуара там будет. Это тоже, в общем-то, такого материала у нас в Казахстане не было. Тут с оркестром джаз и скрипка джазовая. Вот такой готовится концерт. И второй, может быть, проект будет, это вокальный диск. Именно мой вокальный альбом должен быть, но это уже опять же будет в сентябре. Поэтому поддержка, наверное, только с сентября начнётся, когда уже будет новый сезон. Многие люди, практически все знают Джабелю Серкибаеву артистку, публичного человека, блестящую, хорошую скрипачку. А какая вы в жизни, вот вне света софитов? Ну, в жизни я, ну, всё-таки мягкая. Вот вы сказали, и любите ли вы готовить? Я очень люблю готовить. Я люблю создавать уют в семье. Я люблю заниматься дизайном своего дома, в котором, в квартире, в которой я живу, декором. То есть меня это успокаивает. Если я делаю уборку, мне это тоже нравится, меня это тоже успокаивает. Я отхожу от вот этого мира, в котором там всё происходит быстро, музыка, коллеги, студия, напряжение, неудачи, взлёты. Я могу два дня быть дома, приводить порядок, наслаждаться чистотой в доме, вкусно приготовить и самой покушать вкусно. То есть вот я в жизни такая вот. Я знаю, что у вас есть сайт. Есть. А играет ли какую-то, если вообще играет интернет, роль в вашей жизни? Вы интернетный человек? Сейчас вам честно признаюсь, я не интернетный человек. Но я признаю то, что интернет — это очень важная такая тема в нашей жизни. И не сказать, что первостепенная, но, может быть, скоро она станет и первостепенной. И поэтому, может быть, где-то завтра, послезавтра я буду, в общем-то, девочкой всё-таки, связанной очень тесно с интернетом. Хотя я удивляюсь людям, которые часами и днями пропадают там, в интернете, я, конечно, таких людей, наверное, никогда не пойму, потому что, ну, мне кажется, это лишнее. И вот я слышала такую фразу от людей, которые постоянно висят в интернете. Ну, не знаю, я сейчас и вам, вам она, наверное, известна, потому что вы — это люди интернета. Сейчас так она звучит. В тюрьме так долго не сидят, как в интернете. Ну, то есть вот такая фишка, она вот буквально, она, может быть, недавно там появилась. Ну, то есть здесь есть такой большой глубокий смысл и подтекст. То есть, ребята, будьте осторожны. То есть в том плане, что я не рекламирую то, что не нужно быть там. Это жизнь, это такая коммуникация с миром, и без этого никуда. Но не забывайте то, что в натуральном виде, что вы из себя представляете, какую ту или иную индивидуальность, и что вы должны внести в себе. Вот об этом не надо забывать.